Друзья, в первую очередь я хочу всех поблагодарить за огромнейшую поддержку по моими последними видеороликами, за просмотры, за лайки, за позитивные комментарии. Для меня это очень и очень важно. Сегодня мы постараемся дать предикшн на команду FUTIS в этом году. Также мы обязательно разберемся с командой, которая была в прошлом году и вообще оценим кандидатов и какие у них шансы на победу. В первую очередь я хочу вам показать команду FUTIS в FIFA 18. Здесь вы можете увидеть 9 победителей. Я думаю, в этом году очень вероятно мы можем получить 10 или 11. Мне кажется, яшники в этом году сделают FUTIS намного интереснее, чем в прошлом году. У нас, допустим, кандидаты, если увидеть, максимальный рейтинг кандидата это 86. На то время, когда выходила именно FUTIS, все эти карточки 86 рейтинга, они стоили ниже десятки. Сейчас 86 рейтинг где-то в районе 13-14 тысяч, некоторые 15, потому что сегодня маркет чуть-чуть просел. Вот, так что я думаю, в этом году система может быть очень-очень похожей, но с другой стороны она может измениться. Допустим, Бегович у нас победил как лучший вратарь, лучший левый защитник это у нас был Лукаку, хотя у него был конкурент Александру, но, как я и говорил в предыдущем видеоролике, люди не хотели сливать высокорейтинговые карточки на голосование. В этом году система голосования, я думаю, будет другой. Возможно, они специально сделают какие-то плеер-пики, будут нам раздавать. То есть мы будем выбирать себе победителя, и, соответственно, карточка победительная будет у нас оставляться. И мы, в принципе, ее будем уже в СБЧ-шку подтверждать, если мы будем ее собирать. Я думаю, ситуация может быть таким образом сложиться. Лучший правый защитник Врисалько, лучший опорный, само собой, Бист Бакаюко, слева Бермассиаль. Справа был Александрини, нападающий получился у нас Рашфорд, хотя у нас был также Жезу с кандидатом, но все-таки люди голосовали за Рашфорда, потому что он очень популярный именно в Англии. И Лоза, но также нападающий. Смотрите, Яшники всегда делают СБЧ на каждую позицию, плюс они делают одну СБЧ со сменой позиции. Допустим, в этом году мы можем увидеть Аспирюкету на позиции правого защитника, или там Ричарлисона на позиции нападающего, потому что он сезон отбегал на фланге. Вот таким образом все может сложиться. Теперь я предлагаю перейти именно к системе подбора игроков. Как вообще определить, какие игроки могут попасть? В первую очередь, как я вам показывал, это рейтинг в прошлом году не выше 86-го, потому что, ну, наверное, это связано с ценой на трансфер на маркете. И у нас есть один очень интересный инструмент, называется PGP. Это у нас находится здесь. И мы должны посортовать все это дело по количеству сыгранных матчей. И, как видите, самая популярная карточка в FIFA, это Фабиньо, именно золотая. Ей было сыграно очень много матчей. Также одним из важных критериев подбора игроков, это количество особых карточек этого игрока в игре. Допустим, если игрок получил ТОЦа, ТОТИ, какую-то СБЧ-шку в течение года высокорейтинговую, скорее всего, эти игроки не будут номинированы. Но давайте разберемся по каждой позиции. Вот, у нас здесь вратарь. С вратарем я смотрел, ситуация немножко печальная. Потому что самые популярные золотые вратари именно с рейтингом 91-90. И я не думаю, что ИАшники сделают СБЧ-шку. Хотя бы лично я хотел бы увидеть СБЧ на Тибо Куртуа. Мне кажется, его карточка будет очень сочной. Ну, тот же Эдерсон, Алисон, у них ТОЦи, вряд ли у них будет такой СБЧ. Нойер, я и говорил, высокий рейтинг. Если смотреть где-то в диапазоне 84-86, тот же Честный. У него есть 86-я карточка. Но у него есть много информов. Я не знаю, насколько это все интересно. Но карточка Кепы смотрится очень круто. Я думаю, Кепа может быть кандидатом. Также вполне кандидатом может быть Нетто. Из дешевых вратарей Испанской лиги Нетто. 100% это как вариант. Или тот же Асенсио. Доноруму я особо не считаю, потому что у него есть ТОЦ. Также в АПЛ это Пикфорд. Вероятно, Пикфорд также будет в голосовании. Также напишите обязательно, кого вы думаете и Ашники могут выдвинуть как номинантов на лучшего вратаря именно в Футис. Дальше мы с вами переходим на следующую позицию. Давайте мы с вами рассмотрим позицию правого защитника. Правый защитник здесь также выбор не совсем большой. Я думаю, это будет Кайл Волкер. 100%. Это Антонио Валенсия. Но у Антонио Валенсии есть карточка уже конец эры. СБЧ. И я не знаю. В принципе, он может получить еще одно СБЧ. Но мне кажется, та карточка, именно та сборка, которая у нас была раньше, она может как-то повлиять на то, попадет ли он в номинанты или нет. Также Карвакаль, очень вероятно, может попасть. И тот же Флоренции. Флоренции каждый год попадает именно в номинацию на игрока Футис. Само собой, эти 3 беста, даже 4 беста, это Рикардо Паэра, Эктор Белерин, Серж Орье и Нельсон Семеду вполне могут попасть также в голосование. Это уже все зависит от EA и от того, именно, примерно, какой рейтинг они будут подбирать под голосование. Дальше мы берем центрального защитника. Я думаю, вы знаете, кто там должен быть. Мы видим здесь Варан популярный, но в Варане есть карточка Тотти. Ван Дайк Тотс есть, Рамос Тотти, Давидсон Санчес. Давидсон Санчес, я думаю, будет стопудово в кандидатах. И, скорее всего, если он победит, его карточка будет очень классного рейтинга. И это будет, наверное, самый лучший защитник в игре. Наверное, на уровне с тем же Вирджилом Ван Дайком. Вот. Вероятно, Жером Боатенг может попасть. Но Боатенга было СБЧ, если вы помните, во время именно Футмуса. И, ну, мне интересно, какой шанс у него именно попасть туда. А Спилю Куэта может попасть также с легкостью. Но, мне кажется, Спилю Куэта очень интересный именно на позиции правого защитника. Или на позиции, там, левого защитника. И, возможно, Яшники сделал как раз на него СБЧ-шку со сменной позиции. И, само собой, куда же без Эрика Боили. Он всегда очень актуален. И еще одна карточка, которая, как по мне, может быть в номинантах. Это Ким Пембе. Ким Пембе, вы знаете, в французской лиге. Он в каждом составе, если вот в начале игры, в каждом составе эта карточка присутствовала. Очень играбельный. Очень имеет хорошие статы. И, я думаю, он, скорее всего, будет обязательно в номинантах. Пишите свое мнение, кто именно центральный защитник должен быть в номинантах или победителем. Как на вас, по вашему мнению. Так, дальше мы смотрим позиции именно левого защитника. Здесь все очень скромно. Александру, вы знаете, он получил флешбек. Скорее всего, минус Александру. Марселу, у него есть Тотти. В Альбе есть Тотт. Это Давид Алова. Скорее всего, на Алову мы что-то увидим. В этом году не выходило ни одной СБЧ-шки, где был Давид Алова. Да, у него есть карточка футбёрсты на позиции правого полузащитника. Но все же, Бенджамин Мэнди, я думаю, это кандидат номер один на победу. Я считаю, он, в принципе, должен победить. Вы знаете, как дорого его золотая карточка стоила в начале игры. Очень-очень дорого. Я думаю, он, вероятно, попадет. Да, у него была сборка именно в период, по-моему, это был Корнебол, что ли. Но я думаю, он, в принципе, будет 100% кандидатом. И больше с таких вот явных фаворитов. Но могу еще выделить, наверное, того же Далбарта. В серии А с дешевых бестов, именно левых защитников, это он. Также в Германии тот же Руссельон. Но у Руссельона, вы знаете, у него была карточка Тотца. И я не знаю, какие у него шансы. Так что, как по мне, главным кандидатом именно будет Мэнди. Дальше мы переходим именно в центральную зону. Посмотрим, кто у нас в центре кандидат. Само собой, это Фабиньо. Да, у Фабиньо есть карточка, если вы помните, именно Роу Ту Ду Файнал с Ливерпулем. Но я думаю, он должен быть кандидатом 100%. Они должны дать ему возможность выиграть и эту награду. И еще, как по мне, очень реальным кандидатом это Матю Ди. Матю Ди, он в начале игры, вы знаете, все линковали свои составы. Именно там АПЛ-очку с серии А через Матю Ди. Матю Ди был в каждом составе. Эта карточка пользовалась очень шикарным спросом. Это очень востребованная карта. Я думаю, он также должен быть. Но если смотреть из дешевых, то у нас есть вот эта парочка. Это Кандагбия и Фред. Фред также в начале игры очень востребованный, очень популярная карта. И Кандагбия, как вы знаете, он также, пока ему не поменяли гражданство, это была тоже очень-очень дорогая и очень популярная карточка. Вот. И я думаю, все-таки у нас кандидатов будет именно фаворитов Кандагбия и также Фабиньо. Дальше мы перейдем, наверное, на фланг. Посмотрим уже именно левый фланг. Что у нас здесь? Так, позиция. Левый полузащитник. Левый нападающий. Само собой, ИМАР минус. Сане очень вероятно. Почему? Потому что у него там был информ. Да, у него была карточка, по-моему, футбёрздэй на позиции центрального атакующего полузащитника. Но я думаю, Сане может котироваться, потому что за него было сыграно 31 миллион матчей. То есть это очень много, это очень популярная карта. И, ну, само собой, как без Марсиаля. Марсиаль всегда котируется. Также, если выделять, то тот же Перишич очень популярный. Тот же Филиппе Андерсон популярный. Но я все-таки склоняюсь. И лично я хотел бы увидеть карточку Квинси Промиса на позиции левого полузащитника. В серии, точнее в Ла Лиге, это самая популярная и дешевая карточка на позиции флангового полузащитника. Очень классная карта, очень имбовая, много классных трейдов. И он очень играбельный. Я бы хотел увидеть его из БЧа лично 100%. И также вот в Германии можно выделить того же Коммана в начале игры. Я помню, его карточка стоила также очень много. Он был в моем начальном составе. Я также бы хотел увидеть из БЧа на него. Вот это мои главные фавориты именно на позиции левого полузащитника. Давайте перейдем на позицию правого полузащитника. И тогда уже рассмотрим нападающего. Так, у нас правый полузащитник. Какая здесь у нас ситуация? Само собой Мбаппе не будет, само собой Салаха не будет, Бейла не будет, Стерлинга не будет. Вильян. Как по мне, Вильян это кандидат номер один. У него было СБЧ, по-моему, это было также во время Карнибола, что ли. Да, Карнибола. И его карточка была на позиции именно ЦАПа. Но, я думаю, Вильян будет кандидатом стопудово. И если посмотреть, то у нас 100% может быть кандидатом еще Морез. Но Мореза вышел в флешбек совсем недавно. Я думаю, минус Морез. Но, я думаю, Куадрадо. Это самая популярная карточка на позиции правого полузащитника из серии А. Я думаю, он будет в кандидатах. Также можно выделить Усмана Дембеле. Он также очень популярная карта. И, вероятно, и он может быть. Но ему, по-моему, поменяли позицию после апгрейда на левого полузащитника. Возможно, я не прав. Но он также может быть кандидатом. Но у него есть ТОЦ. Наверное, минус. Ну, Робин вряд ли так же. Потому что у Робина уже есть карточка, сборка, конец эры. Я думаю, и Ашники во время Футис, во время этого промо, вернут нам еще один раз его сборку. И кто с вас не собрал, я думаю, у вас будет возможность попробовать и Робина. Так, и напоследок нападающий. У нас здесь много кандидатов. Само собой, это не топовые карты. Сразу же бросается в глаза, наверное, и в Пермино. Потому что рейтинг, как я и говорил, 86. Но у него была карточка флешбек во время ТОЦов АПЛ. Я думаю, 100% у нас Жизус будет, как без него. 100% будет тот же Рашфорд, как без него. И Мертенс мог бы. Но проблема у Мертенса в том, что совсем недавно во время ТОЦов выходила его карточка ТОЦ. Моменс. ТОЦ Моменс, что-то такое. Я не думаю, что Ашники еще раз выкатит нам СБЧ на того же Мертенса. То есть, и вряд ли он будет в кандидатах. Возможно, Ле Казет, но Ле Казет был ТОЦ. Возможно, Вернер. Тимо Вернер, золотая карточка, вы знаете, очень популярная. Но у него также есть ТОЦ. Я бы сказал, Депай. Но у Депая был флешбек во время ТОЦов французской лиги. И как же без Джейми Варди? Очень вероятно. И с Ла Лиги, я думаю, также одним из главных кандидатов. Это карточка Родриго. Я думаю, Родриго и Жизус. Между ними будет главная борьба. Именно за позицию нападающего. Друзья, пишите свое мнение о команде Тфутис. О игроках, о подборах. Кого вы считаете, ИАшники нам высунут. За кого лично вы проголосовали. Какую карточку лично вы ждете в сборках. И на этом все. Если вам видос понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!